Но у вас уже есть дочь. Сколько лет? У меня есть дочь, ей 70,5 лет. Она закончила первый класс. Отлично. Она отличная. Я даже сама удивилась. Говорю, моя дочь отличница. И все у меня подружки говорят, а почему ты удивляешься? Я говорю, потому что мне некогда с ней заниматься абсолютно. Я не там мама, которой вот доченька, пиши, там, ты-ты-ты, там, буковки, там. А ты прочитала, сделала домашнее задание, чтобы проводить каждый день. К сожалению, мы артисты, и нас почти не бывает дома. На самом деле, Динар. А кто занимается воспитанием? Воспитанием занимается, в основном, ну, как я. Стараюсь больше времени все-таки проводить. Мама, чтобы не было у нас такого непонимания, чтобы не было такого какого-то барьера и непонятного. Чтобы все-таки была присутствовала близость, связь, да. Ну, а когда вы в командировку уезжаете, кто с ребенком уезжает? С ней остается нянечка. Хотя она уже взрослая девочка, все делает сама. Сама искупается, сама помоет свою голову, сама высушит. Не нужно, я самостоятельная, я уже большая. Не нужно меня вытирать, я сама вот так вот хочет все делать сама уже. Чувствуется, что ее уже как бы за нее как-то не сильно переживают. Мне кажется, вы не строгая мама. Наверное, скорее всего, нет. Бывают какие-то моменты, когда я там, тых, я сказала, все, нет, не будешь этого делать. Не решаю, через пять минут я все, как будто меня подменили и обратно. Ну, ладно, хочешь. Ну, и мне кажется, по сути, вы не такой человек, который может спылить, обидеть человека. Не означай, я могу обидеть человека. Просто сказать там, ляпнуть что-нибудь, знаете, вот происходит. Не потому, что, вот, наверное, иногда думаю, господи, надо подумать сперва и потом что-то сказать. А вот, когда я не контролирую или что, то, что я думаю, вот то, что у меня в уме, это у меня на языке. И часто происходит такое, что нет, нет, не то, чтобы я там обижаю людей. Я очень, конечно, дипломатично, наверное, к этому отношу, подхожу к каждому человеку индивидуально. Вот если я вижу, что он открыт для меня, он такой же, болтун, я не знаю, открытый очень человек общительный, тогда в этом случае, да, я могу там что-нибудь, какой-то вопрос задать, от которого может человек смутиться. Но ваши коллеги говорят, что вы не любительница сплетен и слухов. То есть с вами не посплетничаешь. На самом деле, да. Мне бывает интересно, да, что происходит с человеком. Он, допустим, да, ты что, такое было? Там, рассказывает, допустим, про человека, допустим, мистер Икс. Да, как обычный человек, наверное, проявляю интерес, наверное, попытаться, да. Вот, а осуждать этого человека, критиковать за спиной что-то, говорить, это очень нехорошо. А когда осуждают вас, вот ваша реакция? На самом деле, знаете, вот, Динара, я верю в то, что осуждение или какие-то нехорошие разговоры про меня происходят очень нервно, я так думаю. Почему-то. Мне кажется. Потому что не может быть такого, что ты никому ничего не сделав плохого, заслуживаешь какое-то плохое что-то. Разве что бывают какие-то, может быть, какие-то завистники, бывает, это жизнь. Когда говорят, да, ну, там, я не знаю, да, ну, никакая же, там, зачем ей, там, возможно, или эту премию, или что, может быть. Ну, я на этих людей не обижаюсь, потому что всегда, прежде чем кого-то осуждать, всегда нужно найти в себе уверенность, быть на 100% уверен, что ты такой, ах, на нет, всего достиг суперски. И то в этом случае не стоит, потому что умный человек этого не будет делать. Вам сейчас 35 лет? Как вы относитесь к своему нынешнему возрасту? Потому что, когда мне было 34, и подходил день моего рождения, я говорю, господи, быстрей, вон он наступил, я хочу, чтобы мне было 35, все не понимали, почему так вот. Мы вот не любим, допустим, я вот не люблю, когда мне, когда наступает очередной день моего рождения, когда я старею еще на год, а вот странно у тебя. Я говорю, да, давно со мной тоже происходило, когда мне было 29, боже, мне скоро будет 30, потом 31, 32, а когда 35, это что-то непонятное, я даже не могу, необъяснимое, что-то произошло. Я ждала этого дня, я, когда оно исполнилось, я сделала там хороший банкетик и просто радовалась этому, на самом деле. То, что вот округлилась какая-то дата, вот мне 35 лет, я, наверное, к этим годам достигла многого. Да. А что изменилось? Вот Маржан Рапаева в 30 лет и в 35 лет, это разные люди? Разные. А что изменилось? Не может быть ни с кем, пусть это будет Маржан Рапаева или кто-то другой, ни с кем не может быть такое, что в 30 он такой и в 35 он такой. Всегда происходят изменения, какой-то прогресс, у кого-то прогресс, у кого-то какой-то может быть спад. Регресс, да. Да, регресс, к сожалению. Вот это, наверное, зависит все-таки от человека, от его силы воли, от его желания, от его стремления. Вот на самом деле я недовольствуюсь тем, что у меня есть Аллахашкор, вот у меня все хорошо, так и будет дальше. Я получила премию, получу заслуженного зрителя. Но в то же время я вот так вот бешено как-то бить тревогу, все, надо дальше, там что-то. Этого тоже со мной не происходит, я как-то умеренно все это делаю. Я знаю, что вот мне нужно записать какие-то новые песни, знаю, что мне нужен новый клип, знаю, что мне нужно выпустить альбом, потому что люди спрашивают, у вас есть СИИ там, мы хотим вашу песню послушать. Я знаю, что это нужно делать и всему свое время как-то так вот, по полочкам. Я понимаю, что... Маржан, у вас всегда так все в жизни легко? Потому что, слушая вас, создается впечатление, что вы по жизни идете очень легко. На самом деле все легко, правильно. То есть не было никогда никаких напряжений, чтобы было сложно, тяжело, чтобы нужда была какая-то? Нет, нет, с этим я никогда не сталкивалась. На самом деле, я признаюсь честно, много всяких историй слышно, я не знаю, в тех же каких-то шоу, в каких-то передачах, жизни сталкиваешься с людьми, когда происходит, что человек остался на улице, некуда идти, или у подруги муж начал пить, или бить что-нибудь, какие-то вот такие страшные вещи, допустим, да, депрессия, там, напилась таблеток, хотела покончить жизнь, самоубийство, для меня все это непонятно. Даже если такое произошло, я думаю, что надо искать выход, а не как-то топить себя. Но вы сильный человек? Я думаю, что я очень сильный человек, потому что, опять-таки, это слова моих друзей, когда в этом случае, в одном и том же случае посадить двух разных людей, допустим, меня и другого человека, да, этот человек, наверное, бы где-то вот сдался бы, да, пустил бы слезы, и для него это была бы все катастрофа, а я как-то считаю, что это, ну что, это нормально, дальше надо, когда выбирается за этого. Так удивительно, что такая маленькая, хрупкая женщина, получается, несет ответственность не только за свою жизнь, да, то есть вы, получается, и кормились, да, своей семьи, и я думаю, что вы, наверное, у вас не только дочь, наверное, обязательства еще перед другими, да, родственниками наверняка есть. Не всегда, но... Помогаете? По возможности, да, потому что... Потому что казашка. Мама моя говорила, сейчас ее нет в живых, к сожалению, но она была по жизни, наверное, моим спутником, подругой, можно так сказать. Вот она всегда говорила, что, допустим, есть большое дерево, дети говорят, слушайте, есть большое дерево, оно несет плоды, много-много яблок, и вы приходите под это дерево, просто, говорит, ляжьте, отдохните в тенечке, насладитесь тенью, говорит, чтобы там солнце не припекло, отдохните и идите дальше, но не срывайте этого яблока. Как-то вот так вот преподносило. Я думаю, что пользоваться каким-то, я не знаю... Чужими благами. Да, это неправильно, это не... И такого же в этом воспитании России мы, шестеро детей, и чтобы там звонить мужам, мне нужна помощь, мне нужны деньги, этого нет, каждый живет самостоятельно, пусть достатки, пусть недостатки, где-то что-то трудно, бывают моменты, когда я проявляю инициативу, я могу сама помочь. Ну, чтобы обращаться, там, ты же зарабатываешь, ты же звезда, ты же, типа, обязана, такого понятия ни у кого нет. Ну, вам нравится, когда вам говорят, ты должен, ты должна? Это понятие такое разное, допустим, ты должна выйти, хоть ты болеешь, народ ждет, ты должна отработать концерт. Я должна, я понимаю, что я должна. А вот так обязана должна, там, мне, что это уже какое-то моральное, наверное, давление, какая-то, какой-то власть в... Как это правильно сказать? Ну, то есть, когда ущемляют ваши права, да? Да, и я с этим не соглашаюсь. Я могу быть в этот момент уже какой-то злой, принципиальной. Говорить, я не буду, все, чик, поставила руку или что-нибудь. Бывают моменты, когда, да, на самом деле, вот, простая-простая, да, хорошо, но бывают моменты, когда вот ты становишься звездной. Да, на самом деле, это признаться надо, потому что ты чувствуешь настолько себя уверенно, вот, уверенно во всех отношениях, да? Может быть, у меня какой-то маленький рост, но я с этим никогда не имела каких-то проблем, трудностей. То есть комплекса не было? Не было никаких комплексов. Если я была в студенческие годы маленькой девочкой, не говорила, не означало, что у меня ухажер был маленький рост. И она была, у меня были очень красивые, симпатичные парни, там, ухажеры, что-нибудь, подруги такие модели рядом со мной. Вот, и когда наступает момент, я продолжу, чувствуешь себя там... Звездой. Звездой. Почему бы немножко не... Не включить. Это не то, чтобы, извините, отойдите, я не буду фотографироваться, это не так. Но когда бывают очень, к сожалению, невоспитанные люди, скажем так, да, немножко такие нагловаты, что ли, когда вот пойдемте там фоткаться, или там вырывают себе, отпустите, не нужно меня там дергать, вообще я не буду с вами фотографировать. Потому что этот человек сам, в первую очередь, сам повел себя невежливо, поэтому какой ответ такой, наверное, то есть какой привет, такой ответ. Бывают моменты, да. Ну, для простых людей, буквально вот позавчера был концерт, я выступала там с людьми с ограниченной возможностью, это были колясочники, больные люди, глухонемые, которые поют жестами, вот, передают на языке жестов, да. Это было так волнительно, это было так очень... Вот, и я в такие моменты, я больше, наверное, выкладываюсь, больше работы, мне хочется... Давайте я еще там могу спеть. Это не проблема, потому что, главное, хоть пять минут радости ты можешь подарить этим людям, потому что как-то их поддержать, считать равными, спуститься, сесть, обнять этого человека, который сидит в кресле, да, и с ним сфотографироваться, сделать несколько фото, для меня это не... Наоборот, я получаю какую-то, я не знаю, какую-то, наверное, начинаю с собой, наверное, гордиться или что, мне становится приятно. А что для вас красота? Вы знаете, что многие говорят, что вы похожи на Дженнифер Лопеса? Я, глядя на вас, тоже нахожу общие черты. Вы знаете, абсолютно до Дженнифер Лопеса далеко. Нет, ну, общие черты лица? Было, да, уже, наверное, третий человек, вот, говорит, третий-четвертый человек, который говорит, что ляжут. Было дело, один раз мне подошел супруг, говорит, Марлен сказал, что ты похожа на Джей Ло, это его братишка. Да ты чё? Я с собой начала там себе искать какие-то краски, допустим, как она или что-нибудь. Хотя она очень моя любимая, очень ее обожаю творчество. В первую очередь, не сколько там ее голос, да, а вот ее как личность, как она выглядит всегда, свои сорок с чем-то лет. Вот, вы себя считаете красивой? Я себя не считаю красивой, но я себя считаю привлекательной. Я считаю себя обаятельной, привлекательной, а это, наверное, более, наверное, сильные качества, чем, наверное, красота. Потому что сейчас спрашивают, вы считаете себя красивой, или кто для вас есть красивый человек? Для меня красивый человек, это не тот, который на самом деле красивый, да, Лицом, телом. И он сидит какой-то никакой. Пустой. Пустой, и глаза пустые, все так наделано. Пьет чай так... В образе. В образе. Это все так неестественно, это не манит, не привлекает абсолютно. Не тянет к себе. Или сядет пышная девчушка, женщина. И вот, знаешь, от нее исходит энергетика, позитив, смех. Какие-то смешные истории. И она такая добрая, хорошая. Вот она, наверное, намного красивее. Вот этот человек. А как вы за собой следите? Я раньше, наверное, было просто помазать кремом и все. А потом уже понимаю, что вот тут морщинка там. Потом меня вот так насильно взяли и повели к косметологу. Тоже очень творческий человек. Ее зовут Света. За что ей огромное спасибо. Барнат, ну сколько можно так пить? Говорит, вообще кошмар какой-то. Она с собой все хорошо уголит. Но когда начинаешь морщить, у тебя здесь столько морщин, там что-то. Надо тебе срочно обколоть. Я говорю, как обколоть? Нет, я не пойду. Привели меня к косметологу. Она посмотрела. Да. Ну, знаете, не вижу там что-нибудь какого-то, там, что нужно. Как-то где-то потянуть или чего. Этого не нужно с собой еще делать. Это еще рано. Она, ну давай, там, ботокса. Тебе диспортом немножко поколи. Я говорю, а это не больно? Нет. А это потом не будет? А ты еще вопрос. Нет, сиди, все нормально. Возьмите уже все. Посадили. Где-то да покололи. День пошел два-три. Я говорю, я джи-джи-сую. Где, говорю, эффекты? А терпи, потом, потом, видимо, как первый раз. Это сколько лет назад было? Это было два года назад. То есть с тех пор вы уже, я думаю, у косметолога уходите регулярно. Да. Вот за один прием сколько можете оставить денег у косметолога? Ну, последний раз я была у косметолога, но там было у меня несколько процедур. 115 тысяч тенге. То есть 115 тысяч тенге вы можете на свое лицо потратить? Ну, я думаю, что... И вам не жалко? Нет, абсолютно. Абсолютно. Потому что это лицо, это как... Вы представляете, как это все обвисшие, там, морщинистые, там, вышло... А, хорошо, что ты поешь, да, все. Ну, так неприятно смотреть на эту девочку, допустим, да. Ну, все тоже... Это все не входит никак в одно целое. Поэтому надо со всех сторон, наверное, чтобы было это. Соответственно, начала заниматься спортом. Я себя очень люблю. Три месяца с лишним я уже хожу в спортзал. Отказалась от мучного. Хотя, признаюсь честно, бывает, что я спагетти, макарошки, там, могу съесть. А хлеб я вообще не ем. Вот. Борсаки, хлеб я не ем. Но... Тоже вот стараюсь уже как-то больше уделять, наверное, внимание пище. Больше, наверное, витаминчиков, салатиков, фруктов. Тоже я не любительница фруктов, на самом деле. Вот странно происходит. Люди сидят с астраханом, съедят, там, допустим, фрукты, там, что-то. А я у меня, наоборот. Огурчики, соленья, капуста, я не знаю. Все такое острое, там, все непонятное. Вот рацион был совсем другой раньше. А сейчас это все-таки витаминчики, это в первую очередь. Вот, а на бешпармах, налетать, промах, да, и как раньше этого не происходит. Вот что вас меняет? То есть это же ведь тоже не случайно, да? То есть к косметологу вы только всего два года назад, да, пришли. То есть спортом вы только сейчас начинаете заниматься. Вот кто является вашим стимулом? Стимулом, я еще расскажу, стимулом является сцена, на самом деле. То есть она вас держит в тонусе? Да, когда ты видишь выступление, а потом показывают по эфиру, и ты понимаешь, о, оказывается, вот так вот намного лучше. Используясь вот такой вот макияж, ярче красить волосы как-то. Это когда нюансы, до мелочей я начала уже. Даже вплоть до того, что надо припудрить ушки. Вот раньше это, может быть, шею, может быть, на это как-то не обращала внимания. Но сейчас я прям детально уже начинаю как-то уделять. Я мельчаю, что там что-то, я уже начинаю паниковать. Вот, и вижу там, что правильно уложены волосы, правильные, подобранные, сделанный макияж, костюм, что-нибудь, что-нибудь. И начинаю понимать, что, оказывается, есть результат, что не напрасно, как говорится, работаешь над собой все-таки. И отзывы людей, конечно. Вот Маржана Аропаева уже бренд на сегодняшний день? Ну, судя по тому, что говорят мои друзья, у меня есть очень хороший друг, Мадина Сазакаса, певица, наша гордость, красавица наша. Она мне говорит, Маржан, ты что, ты сейчас номер один, Мадина, нет, ты что, вообще, ты себя надо любить. Ты надо, я не знаю, сделать ставки побольше, не соглашайся на какие-то, ну, в смысле, в хорошем. Всегда вот мотивирует меня, говорит какие-то приятные вещи для женщины. Получается, как бы, один и тот же, ну, может быть, это грубо будет сказано, или соперники, или что, вот, в моих понятиях этого нет, но, получается же, кто-то, может быть, возможно, об этом промолчить, не скажет правду, но вот она-то всегда такая вот, если это классно, то она говорит, классно, Маржан, ты выглядишь супер, ты спела супер, ты знаешь, ты самая лучшая певица у нас, между прочим, Маржан, ты об этом знаешь? Я говорю, да, да ладно, Мадина, прекращай, я говорю, хочешь, хочешь, я говорю, все, я не умею, нету, я сейчас вот сейчас зазвиздюсь, там, я не знаю, зазнаюсь, вот, и когда вот такие вот люди звонят и говорят, Маржан, ты что, там, там, ты, там, сейчас лицо остальное, там, вот, это, там, начинает себя, кучкине, давать уверенность, и ты понимаешь, что, оказывается, ты к этому идешь. То есть стимулов становится больше. Да, да. Но, на самом деле, это мнение не только ваших друзей, да, это мнение и мое личное, и мнение вот Дельна Сахмадзеева, и Алла Акунарова тоже сказала, что сильной вокалисткой на сегодняшний день в Казахстане является Маржан Арапаева. Спасибо, конечно, я... Но, к сожалению, у нас не принято петь вживую. Все поют под фонограмму, поэтому пока это сложно понять. Но вы себя чувствуете, вот, действительно, сильной вокалисткой? Я чувствую себя сильной вокалисткой, да. Вам не обидно, что многие ваши коллеги, которые поют под фонограмму, сейчас собирают большие площадки, да, то есть, может быть, обманывая зрителей? Нет, нет, их же никто насильно туда не отправлял, зрители, правильно? Ну, зрители не всегда понимают. Это их выбор. Ну, зрители не понимают. То есть, они идут на любимые песни, на любимого артиста, но если они идут на сольный концерт, я считаю лично, что артист обязан петь вживую, и он не должен обманывать своего зрителя. Вы знаете, зрителю, он его никогда не обманешь. Когда ты поешь под фонограмму или живем, это две разные вещи восприятия людей. Живем, вот ты закончил, последнее дыхание, ты замер, спасибо. И все, допустим, начинают аплодировать, спасибо, потом какие-то овации, и ты чувствуешь, что ты, да, поработал от души. И это люди слышат, они видят. А когда фонограмма, это совсем другая тема. Но, что касается вашего вопроса, это, наверное, выбор людей. И, может быть, и правильно, то, что поются какие-то песни такие, очень легкие, быстрозапоминающиеся. Ну, я где-то, наверное, тоже начала менять свое направление. То есть, в начале своего творческого пути, если я пела какие-то все время кантиленные, такие голосовые, диапазонные композиции, вещи, потому что я много выезжала за рубеж, участвовала на конкурсах, я делала все-таки акцент на какие-то вот такие вот очень красивые вещи. Ну, у вас сильный голос, вы можете его проявить, понимаете, поэтому вам не страшно и вам хочется. А, по сути, продаются песни, как вот Алла Акунарова сказала, из двух нот? Продаются, но для этого, наверное, есть свои слушатели, а те, которые хотят послушать не две нотые, а несколько, они, соответственно, и приходят к этому человеку. То есть, у каждого есть вы слушатели, наверное. Я не каждого артиста, который приходит ко мне в студию, прошу спеть. Но, учитывая ваш сильный голос, и зная, как красиво вы поете «Jotem» на французском языке, мне бы хотелось, чтобы мы завершили программу именно этой песни. Я спою с удовольствием, потому что одна из моих любимых песен, и до сих пор меня просят, и уже тысячи лет, как я ее пою. Вот, просят спеть, и сейчас я, конечно, куплю и их спою, хотя неожиданно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо, Маржан, что пришли ко мне в студию. У вас действительно очень сильный, красивый, бархатный голос. Мне хочется, чтобы вы в следующем году заслужили, чтобы вы стали заслуженным деятелем нашей страны. Я желаю вам успехов, и чтобы вы росли дальше, и чтобы мы вас видели всегда только на вершине. Вы смотрели программу «Статус-кво», и сегодня у меня в гостях была известная казахстанская певица с сильным голосом, с сильным ярчайшим голосом Маржана Рапаева. Всего доброго, увидимся в следующий четверг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!